Приветствую, друзья! У нас несколько вариантов психологической разгрузки. Первый вариант, самый простой, самый банальный, это вы пошли на стадион смотреть футбол, или пошли поплавать в море, или пошли к друзьям, или пошли на лыжах, или пошли там рыбу половить, или пошли потанцевать и так далее, и так далее, и так далее. А вот второй вариант, когда первый вариант недоступен, и когда у вас острый стресс, такое состояние, когда на душе так тяжело, когда ты не знаешь, как быть, тебе стонать хочется, кричать хочется, плакать хочется, а тебе нельзя, потому что ты научен со школы, что слезы льют только мальчики не делают этого, а только девочки делают это, или там девочкам уже это нельзя, и ногой качать нельзя, и пальцами стучать нельзя, и надо сесть ровно, и не сидеть вот так вот, и так далее, и так далее. Шаблонное мышление. Вы попали в острый стресс. Поэтому второй вариант заключается в том, чтобы вы на 5 минут в день закрывали дверь, это комната психологической разгрузки, и это ваша детская. Вы туда заходите, чтобы вас никто не видел, не слышал, если хотели, кричайте, так кричите. Стонать хочется, станете, плакать хочется, плачьте, сколько вам хочется, она взлет. Опять хочется, пойте. А хочется в футбол играть, имитируйте игру в футбол. Ну как это делается? Моделирование по методу Клоуча, это что такое? Модели действий, это игра как актера. Ходишь по комнате, пинаешь несуществующий мяч, или забиваешь несуществующий мяч. Хочешь рисовать, берешь несуществующую кисточку и рисуешь. Рисуешь. Ой, какой кайф, так рисуешь. О, здесь сидит, здесь зеленая. Здесь краски нету, а ты макнул в невидимую краску. Это деятельность, которая у тебя снимает стресс. Необыкновенная деятельность быстро снимает стресс, потому что твои действия синхронны с твоим текущим состоянием. Что хочешь, то и делай. Вот в этом синхронизация между душевным процессом, психическим, ментальным процессом и физическими движениями. Согласование. Вот это согласование снимает стресс. Сейчас выходит такое состояние, получается, в результате буквально пяти минут за закрытой дверью. Безмятежности. Безмятежность. Когда ты сидишь, и масти плывут, как облака, и ничего внутри не трогают. Такое ощущение, которого давно не было. Разгрузился, выпустил пар. Побудь ребенком, побудь ребенком. Хочешь ногой топнуть, топнул. Хочешься по столу постучать, постучал. Хочешь поплакать, поплакал. Или потанцевал, посмеялся. Или поскакал, побесился. Или как, ну что хочешь, то и делай. Как маленький ребенок. Но самое главное, после этого сел, задумался, пустил мысленно самотек. И сидишь, и тебя начинает слегка покачивать, как на волнах. Как мама в детстве тебя качала. Вот так вот, друзья. Тут укрепляется и нервная система. Происходит разгрузка, идет восстановление. Самое главное, раскрываются новые творческие качества, которые ты даже не подозревал. Это удивительная штука. Мне все пишут, как после этого у них происходит улучшение жизни. Пробуйте, кто не пробовал. Это совершенно новое. Это уникальная медитация за закрытой дверью. Технология, которая приводит вас к нерване. К безмятежности. Итак, друзья, будьте здоровы, любите друг друга. Да, и вы запоминайте это состояние, когда вы вышли из стресса в безмятежность. На шкале стресса было 10, а здесь 0. 10 делений вышли на 0, безмятежность. И в этом состоянии запоминайте это состояние, чтобы потом время от времени его вспоминать, когда вам сложно. И проигрывать внутри себя вот эти все движения, которые вам из этих всех, которые вы пробовали там делать в детской своей комнате, в комнате психоразгрузки, подошли. А те, которые не подходят, выбрасывайте. Таким образом, в жизни вы тренируете настойчивость, силу воли. А здесь вы, как дети, соединяйте свой взрослый опыт и ум с детской естественностью. Будьте, как дети, и спасетесь. До встречи, друзья.